У нас на самом деле 85% продаж это люди, которые живут на 4-5 этаже в доме необорудованном лифте. То есть у кого-то она едет прям по лестнице, у кого-то она едет по пандесу. В общем, вот это ее свойство, она оказалась таким уникальным. Дальше начали копать, выяснилось, что у кого-то ступеньки нормальные 14 сантиметров, как мы это задумывали, а у кого-то ступеньки от военных строителей 19 сантиметров. Начали искать какие-то дальнейшие решения, ездили в Англию, учились у производителей джойстиков и нас обычно в Гданьсе загружали на самолет амбулифтом, ну то есть такая будка, которая поднимает задолгородный самолет. А в очередной раз летели из Лондона и нас загрузили в такое сидение, которое пошло само по лестнице. Это вот тот ступенькоход, который там стоит дальше. Написали, сфотографировали пикетку, отправили немцам письмо и немцы, на удивление, подписали контракт с эксклюзивом на Россию сразу, что для калининградской компании это нонсенс, то есть обычно, когда ты пишешь, что ты не из Москвы, а ты из Калининграда, никто даже особо разговаривал, что у нас как-то так все сложилось, у нас сейчас это одни из наших основных генеральных партнеров и и сейчас этот ступенькоход уже делал. Мы вышли на уровень продаж больше 100 штук в год и появилась необходимость как-то минимизировать цены. Мы говорили с немцами, они приехали сюда, мы съездили все техники, инженеры, менеджеры в Германию, уже там три раза отучились и теперь эти ступенькоходы делаем здесь. Туда наверх сейчас поднимемся, посмотрите. Вот это был как бы второй такой шаг и второй паровоз, который тянет, нажми. Вот, это если говорить про бизнес. Дальше столкнулись с тем, что, даже не знаю, это лучше, может там презентацию уже показать, с тем, что не было сервиса вообще. Ну, то есть не было сервиса, естественно, для наших колясок. Когда ты ее отправляешь куда-нибудь там в Новосибирск или во Владивосток, а ее надо ремонтировать, и ты вынужден ее возвращать обратно в Калининград, получается, что ну, просто горишь. Вот, и одновременно получилось как-то так удачно, не знаю, думаю, что все это не случайно, что 7 лет назад в федеральном перечне появились электроколяски. То есть электроколяски стали как таковые вообще бизнесом. Вот. Ну, а самое главное, электроколяску ты уже не можешь отремонтировать, сняв с детской коляски колесико какое-то переднее. То есть, когда у тебя выходит из строя джойстик, то это можно сделать только уже будучи квалифицированным специалистом. Вот. Вот. Поняли, что есть такая проблема. Перевернули проблему наоборот, поняли, что есть такая возможность. Вот. И с помощью фонда «Наше Будущего» с их поддержкой открыли 7 мастерских на данный момент по ремонту колясок. Первая была здесь, вот. Вторая была в Липецке, третья была в Мурманске, четвертая в Крыму, ну и так далее. Вот. То есть это еще один такой, как бы, кирпичик этого социального бизнеса. Вот. Дальше столкнулись с тем, что, ну, с этим все сталкиваются и просто даже не обязательно быть инвалидом, а просто женщина родила, взяла коляску, вышла на улицу и увидела, что безбарьерной среды нет. Вот. Мы столкнулись с этим сами в Калининграде и с таким прямо агрессивным, на самом деле, настроем чиновников и архитекторов, что вот здесь сделать ничего нельзя. И здесь сделать тоже ничего нельзя. Вот. Вот. Ну, я же вижу, что можно. Мы подписали контракт еще там порядка с семью фабриками в Европе. Вот. И сделали вот такого плана ресурсный центр. Это было на самом деле вот после мастерской, это было вторым шагом у нас. В которой мы собрали все возможные решения вообще технически для создания этой безбарьерной среды. Вот. Ну, то есть первым решением наш был Максимус, ну, как бы, в общественное здание ты никак такое решение не предложишь. Потом появились эти ступенькоходы и пойдемте туда дальше пройдем. Ну, мы на самом деле попытались ставить брянские платформы перед Паралимпиадой. Но картинка была такая. Это был ноябрь месяц, мы поставили платформу. Я заехал на нее на коляске. Она резиновыми валиками вращается и трется по направляющей и никуда не едет вообще. Такая была катастрофа. Покраснели перед заказчиком. Нашли, ну, поступщика, который делал платформу изначально. То есть, Кама, датчане, они изобрели вообще это техническое решение, как таковое. Начали ставить вот такие платформы. Юр, давай лесенку сейчас покажем. Пока вот так. Очень понравилось решение с вот такими лесенками-трансформерами. То есть, стоит лесенка, никого не трогает. Люди без инвалидности, спокойно по ней ходят. Ань, может, ты заедешь? Или давайте вахту попробуем. Да? Подключает человек с инвалидностью, нажимает на кнопку скорость. Вместе так. Взвуки волшебного образа превращаются. Лесенка превратилась в ровную дорожку. Лесенка превратилась в подъемник. К слову, девушка первый раз в жизни села в инвалидную коляску. Она здоровая, но в плане эксперимента она будет сегодня весь день в половину дня на инвалидной коляске. Причем от ставшей очень часто популярной платформы ПТУ, на которой нет ни одного вообще устройства безопасности, здесь, например, если окажется, что на платформе стоит человек, а кто-то нажал кнопку на складывание ее в лестницу, там через каждые 5 сантиметров дырочка и со мной стороны лазер, а в другой приемник. И она просто не будет складываться. Ну и представьте узкий перебор, в котором вот такая вот бетонная классическая лестница, 6 ступенек до лифтов, которые есть там в каждом практически доме или еще что-то. Если вы положите пандусы на вот эти 6 ступенек, то получится так, что уклон будет где-то 3-4 градуса. Теоретически, конечно, можно преодолеть, но практически очень и очень тяжело. И она направляющая, что они, блин, не крутятся резиновыми валиками, как у Брянска, она едет, блин, и в хорошую погоду, и в плохую погоду, и с электроколяской, и с обычной коляской. В принципе, магазин какой-нибудь себе может позволить, да? Торговый центр. Вот такой лифт от миллиона до миллиона восемьсот. А 550 она сейчас, да? Тысяч? Нет. А 300? Да. Вот это устройство, вот оно от 300 тысяч, а не сама коляска. Коляска вот отдельная. В чем прелесть? Прелесть в том, что это очень компактное устройство, и оно легкое. Потому что аналоги, они начинают весить, там, по-моему, от 60 килограмм, а здесь просто очень хорошее средство для... Получается, к нему любая коляска подходит, да? Практически, да. А, наподобие такой в аэропорту, вот меня спускали, наподобие, на такой. Только более старая версия там. То есть все, если у вас, к примеру, есть вот такой ступень подборка, вы можете спокойно, если, к примеру, вы едете в гости людям, у которых нет подъема платформы. Все, взяли с собой, положили багажник. Да, и все. И вы спокойно поднимаетесь по любой гостнице. Даже там винтовые. Мы заехали в Липс сейчас. В подъемных платформах для инвалидов работает принцип press and hold. То есть нажать и держать. То есть, чтобы, если инвалид вдруг становится плохо, оно время подъема наверх. И он себя в долгах и не так неправильно чувствует. То есть, если он отпускает клавишку, кабина останавливается и вызывает безключение. Ну, приехали. Сейчас нажимаем вот здесь. Вот, открылась дверь. А, открылась дверь. Открывается в любую сторону. Поэтому удобство конструируется. Да, мы на втором этаже. Это в носке ходил. Работает в носке даже. Да? Здесь и производство, и ремонт. Фрезерный станок ЧПУ. Какой-то здесь трубогиб. Еще что-то делать. Ну, в общем, это все станки. Они очень какие-то хорошие. Вазу, вот там вы посмотрите, она стоит. Ребята собираются. Просто кому-то надо, вот у меня сейчас дедушки покупали там куда-то. Великие луки. Ему не надо ездить по лестнице. Или там по уклону. Ему надо ездить там, где нет дорог. Тогда вот этот гироскоп не ставится. А просто гироскоп. Гироскоп, гироскоп. В чем смысл гироскопа? Вы поехали вверх. У вас сиденье уходит автоматически вперед. Вы поехали вниз. У вас сиденье автоматически уходит назад. И вы постоянно остаетесь в аризонте. И даже если у вас тело как-то меня не держит, вы сидите спокойно совершенно. Если вам этого не надо, то у этого деда просто нет дорог в деревне. Они ему купили такую же коляшку, но без гироскопа. То есть сиденье просто приделано к раме. И все, он спокойно там ездит. Она уже стоит всего там 350 тысяч. А если снега, то сколько стоит? 550 тысяч. То есть каждый раз это индивидуально? Ну не каждый, нет. Но есть вот просто модельный ряд определенный. Если тебе надо куда-то там на природу, ну ты ставишь вот такие вездеходные колеса. Вот эти не проходили вообще невозможно. Мы их просто вообще убрали из ассортимента. Это уличный вариант такой, как например на машине вы же выходите, в машину садите. И вообще на них туда не зайдешь. Это только где-то во дворе. Вы на машине тоже в магазин здесь заезжаете? Поставили сейчас пляжные колеса, но уже поуже. Которые по крайней мере в 2,90 проходят, как минимум. Пирожные делала Женар Моноранин, собственноручная. Какая красота. Аня, видишь? Да. Вот например, как называется вот эта красота? Квики неон. Да. Тут жирное седление сколько? 42 сантиметра. Вот это для меня большое. Как выяснилось, у меня 37. То есть нужно, чтобы обязательно она была по попе. Сейчас я хочу на пантеру сесть. Смотри, какая пантера. Она где-то в середине. Мне кажется, что она поуже. Она поуже. Мне кажется, вот она как раз. И посмотрю. Вот эта колеса классная. Она очень маневренная. Намного, намного более скользкая она, чем моя. На моей мне надо... Хотя мне моя тоже нравится, но мне нужно усиление много прилагать. А эту вот прям одним пальчиком толкнешь, и она едет. За месяц, по-моему, 2000 просмотров. Вот это самое уникальное место в городе. Есть фангус, есть платформа, есть ступень кокоса, есть кнопка. Кнопка не работает, платформа не работает, фангус неправильный, ступень кокоса высидечный, разряженный. Все.